Вы приняты на стажировку в отдел парамедиков. На прохождение у вас 48 часов. Что же такое ваши ЕМС и что здесь вообще делать? Сейчас будем разбираться. Данный инструктаж поможет вам ориентироваться в спецсвязи, понять чем мы занимаемся и определить для себя дальнейший путь в работе. Работа врачом очень серьезный шаг, ведь мы отвечаем за здоровье и жизни граждан всего штата. На начальном пути карьеры медики занимаются проведением осмотров за стойками больниц Лос-Сантоса и Сэнди Шорс. Затем, выполнив задачи для повышения, выезжают на вызовы скорой спасать жизни людей. Но про стойку тоже не стоит забывать. Сотни граждан приходят получить осмотр и лечение даже в ночную смену. Как мы можем оставить их без помощи? Для вашего удобства по поиску переходу в различные каналы создана навигация ЕМС. Здесь собраны основные каналы, которые чаще всего могут понадобиться в работе. В ЕМС существует 4 отдела. Сотрудники отдела парамедикал или ПРМД оказывают медицинскую помощь гражданам штата. Отдел хоспитал администрейшн или ЖХ занимается надзорной деятельностью за сотрудниками больницы в целях поддержания дисциплины. Отдел медикал education department или же просто мед занимается проведением собеседований после дипломным образованием сотрудников ЕМС, включающего в себя чтение лекций, проверка отчетов и проведение экзамена для повышения квалификации врача. Отдел personal supply and inspection department занимается медицинскими проверками госсотрудников и состоянием экологии в штате. Разберемся с системой повышения. Для начала каждому интерну необходимо сдать экзамен, чтобы приступить к врачебной деятельности. Что же нужно знать для сдачи экзамена? Первое – это устав ЕМС. Обязательно к соблюдению абсолютно каждым сотрудникам больницы. Второе – это сертификат медработника. Для сдачи экзамена необходимо зайти в соответствующий канал, оставить запрос по форме в закрепленном сообщении. Для сдачи на второй ранг необходимо прослушать инструктаж, а в будущем только после принятого отчета. В начале экзамена вас отправляют на вертолетную площадку на четвертом этаже, просят включить демонстрацию экрана и бегать вокруг вертолета, отвечая на вопросы экзаменатора. Так проходит абсолютно каждый экзамен. Сдать экзамен можно, не имея дисциплинарных взысканий, кроме предупреждения. После успешной сдачи экзамена и повышения начинается увлекательное путешествие в мир врача. Вы начинаете работать, выполняете задания для повышения, а после оставляете отчет по ссылке из специального канала. Ваш отчет проверяют и оповестят о результате в канале состояния отчетов. После этого вы сможете сдать экзамен на следующий ранг по соответствующему сертификату. Прилетев в штат в рабочее время, вы должны отложить все личные дела и отправиться на работу. Наши больницы работают в будни с 10 до 22 часов, выходные с 11 до 21. В остальное время работает ночная смена, в которую можете выйти и вы при желании. Не переживайте, никто не заставляет вас работать дни и ночи напролет. Мы очень ценим хорошее самочувствие сотрудников, для чего необходим периодический отдых, о котором мы поговорим немного позже. Паркуем свой транспорт на вместительной многоуровневой парковке, выбирая самое удобное место. Ни в коем случае не оставляем свой личный транспорт на служебной, боковой парковках или у главного входа. Затем идем в больницу через переход на втором этаже или по улице, дыша свежим воздухом. Зайдя в больницу, идем направо, в сторону ординаторской, где находится раздевалка. Надеваем форму в соответствии с дескодом и не забываем надеть перчатки и маску. Подходим к стойке и ожидаем граждан. Мы проводим осмотры с дальнейшим лечением. Чтобы начать, необходимо нажать G, работа, лечение. Затем снова нажимая G, выбирать для каждой проблемы соответствующее лечение, список которого каждый медработник должен знать наизусть. При неправильном лечении человеку становится значительно хуже, поэтому будьте внимательнее и следуйте регламенты лечения. Стоит помнить, что проводим осмотры в больнице Лос-Сантоса мы стоим перед стойкой. В больнице Сэнди Шорс за ней. Не нужно раздавать осмотры направо-налево. К вам подходит человек, просит провести ему осмотр. Не таблетку, не оскорбинку, именно осмотр. И вы начинаете его проводить. Если же гражданин ведет себя неадекватно, ругается, оскорбляет вас или просто неистово кричит, можете отправить его на бесплатное лечение в палату, где он ляжет на койку и получит свое лечение только немного дольше. Возле стойки находится дверь, которая ведет нас в сторону склада. Он доступен с должности фельдшера. Но если вдруг вам срочно понадобится подкрепиться, можете попросить сотрудников выше по рангу выдать вам еды. В сутки на одного сотрудника положено 10 рагу или 20 смузи. После выдачи порции еды или в дальнейшем при передаче госимущества следует отписаться в канале «Связь с куратором», чтобы ваши действия не посчитали за слив склада. Отработав как минимум 2 часа в больнице, вы можете взять обеденный перерыв. Для этого запрашиваете в рации перерыв, ждете одобрения сотрудниками отдела Х либо старшим составом, дожидаетесь оповещения о перерыве в специальном канале и идете по своим делам. На день сотруднику положено 2 часа для перерыва. Можно взять разово, а можно разделить и отдохнуть за день дважды, по одному часу. Но взять в перерыв в первый и последний час работы не получится, даже если вы отработали уже достаточное количество времени. В эти часы больнице как никогда нужна ваша помощь. Для самых активных сотрудников полагается еще один перерыв на 1 час в любое время. Для этого вы должны оставить еженедельный отчет в специальном канале и дождаться объявления самых активных сотрудников недели, а также насладиться заработанной премией. Помимо обеденного перерыва, вы можете вздремнуть в комнате отдыха на втором этаже больницы, но не более 20 минут. Не забывайте, что уйти туда вы можете не ранее, чем через 30 минут после предыдущего отдыха. Если же вам необходимо уехать из штата на срок более 3 дней, необходимо взять ОС-отпуск в специальном канале. На закрепленных сообщениях канала можно найти форму запроса. Для опытных сотрудников от 5 ранга доступен ОС-отпуск сроком до 7 дней. В это время вы можете находиться в штате, занимаясь своими делами. Помните, что если начнете заниматься врачебной деятельностью, отпуск аннулируется. Для поднятия настроения сотрудников мы ежедневно выезжаем на мероприятие, которое доступно с 3 ранга, за которое получаем баллы до поощрений, за которые также выдается премия. Последним пунктом рассмотрим систему дисциплинарных взысканий. У нас их несколько. Предупреждение. Это устная мера наказания за мелкие нарушения. Автоматически снимается спустя 72 часа после получения или при успешной сдаче экзамена. Выговор уже требует отработки по специальной системе. На отработку у вас будет 4 дня. Строгий выговор имеет более сложную отработку и переаттестацию. На отработку у вас будет 7 дней. После получения второго строгого выговора последует понижение в должности, а после третьего увольнение. Также дисциплинарные взыскания суммируются, так что при получении повторного взыскания будет выдана более строгая мера наказания.